Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами на библейском портале экзегет. И мы с вами сегодня дочитываем вторую книгу Ездры, девятая глава. Эта книга не каноническая. Чтобы было понятно, о чем будет речь в девятой главе, то нужно обратиться к предыдущей, к восьмой главе. И вот в восьмой главе рассказывается, что в середине пятого века в Иерусалим из Вавилонии приходит человек по имени Ездра. Он потомок Аарона, но главное не в этом. Главное то, что он очень хорошо знает закон Господень. И он имеет повеление от царя провести религиозную реформу в Израиле, и чтобы жизнь еврейского народа соответствовала закону Божьему. И когда он приходит, он узнает, что часть еврейского народа вступила в брак с язычницами. Когда он это узнает, он приходит в гнев, в покаяние, он плачет, народ собирается, народ понимает, что действительно он совершил что-то нехорошее. И они обещают провести такой массовый развод. То есть те семьи, в которых вот такой межрелигиозный брак должны быть расторгнуты, и эти женщины вместе с детьми должны будут удалены от Израиля. И вот девятая глава начинает с рассказа о том, что встав ездра от притвора храма, пошел в жилище Иоанна Нанана, сына Илья Сивова, и прибывал там, не ел хлеба и не пил воды, скорбя о великом беззаконии народа. Вот это на беззаконие смешения. И после этого было возвещено по всей Иудеи Иерусалиму ко всем возойти в Шестисплено, чтобы собрались в Иерусалим. Если же кто-то не явится в течение нескольких суток, то он будет наказан, у него будет отнятое имение, и более того, эти люди будут отлучены от еврейского народа. И, в общем, собираются все в Иерусалим, и собираются потомки Иуды, потомки Вениамина, потому что только эти два колена сохранились полностью, сохранились в идентичной, в свою память. Остальные колена либо растворились. Понятно, что не все исчезли, но это уже не полноценные колена. Вот, значит, собираются, и Ездрав встает среди этих собравшихся и произносит речь. Вы сделали беззаконие, живете с иноплеменными жеными, прилагая грехи Израиля. Значит, повторяюсь, иноплеменные жены – это не из другого народа, это из другой веры. Вот это грех. Вот такие браки рано или поздно могут привести к язычеству, и поэтому здесь это беззаконие. Итак, воздайте теперь исповедание славу Господа Богу Отцу наших, и сотворите волю Его, и отделитесь народа с земли, и от жен иноплеменных. То есть он призывает их к разводу. И возгласил весь сон, и сказал громко, как ты сказал, так мы и сделаем. Но сон многочисленный, и время зимнее, и мы не в силах стоять под открытым небом, а дело для нас ни одного дня и ни двух дней, ибо весьма много мы согрешили в этом. Посему пусть поставлен будет начальник над Сонмом, и все те, которые из селения наших имеют наплеменных жен, пусть в свое время приходят к ним со старейшинами, судьями каждого места, доколе не отвратится от нас гнев Божий за это. Зачем это делается? Потому что ко времени Ездры у евреев уже была разработана система развода, а это все-таки развод, несмотря на то, что это язычницы. Вот, этим женщинам нужно было дать разводное письмо. Возможно, давали какое-то имущество этим женщинам. Ну, вот, все должно быть по закону. Так оно и было. Значит, были избраны специальные люди, вот, которые этим занимались. И началось исследование тех, кто действительно был в браке с этими женами, и начинается вот этот процесс развода. Значит, и далее говорится о том, кто был женат. Вот, причем были женаты даже священники-левиты, а закон Моисеев как бы дает точные рекомендации, на ком может жениться священник-левитый-первосвященник. Вот. Вот, эти все мужчины разводятся, и они должны были отпустить, то есть развестись жен иноплеменных, и причем с детьми достаточно строго, чтобы не было никаких даже вот поводов этим мужчинам потом впасть в выдовопогонство, то есть в язычество. Вот. Да, может показаться очень строго, может быть даже так жестоко или жестко, но давайте поразмышляем. Может быть даже по-человечески, как это. Возможно ли было во времена Ездры принять иудаизм? Возможно. Мужчине нужно было совершить обрезание. Женщине обрезание, конечно, какое не совершалось, она просто исповедовала веру и становилась иудейкой. Вот. После этого она полностью иудейка, и ее дети, которые рождались в таком браке, принимали там на восьмой день, если это мальчики были, на восьмой день обрезания, то есть они считались иудеями. Ну, а если мужчина принимал иудаизм, то он мог жениться на еврейке, его дети считались евреями. Были ограничения по вступлению в брак с священников, конечно, вот даже с обращенными женщинами, но это совсем-совсем такая очень узкая прослойка. Вот. А так, если человек или мужчина и женщина принял иудаизм, то он действительно стал евреем. То есть можно предположить, что, скорее всего, эти женщины так и не приняли иудаизм. То есть они оставались язычницами. И вот здесь как бы такой вот вопрос, а почему они не стали иудейками? То ли они не увидели в своих мужьях истинной веры, то есть истинного благочестия, то ли они были настолько упертые, используем такое слово, в своем язычестве. И получилось, и получилось то, что получилось. Вот. Ну, так, можно тогда задать. А может, почему Ездор не сказал, чтобы они тут же приняли иудаизм, там, заставить их принять иудаизм? Но невольник, небогомольник. То есть, да, их можно было бы заставить, но это было бы ложное обращение, и ничего хорошего из этого обращения не вышло. Почему расторгается? Чтобы действительно не было такого соблазна, соблазна, соблазна язычеству. Очень часто получается такая история. Вот в таких межрелигиозных браках, когда христианин или христианка вступает в брак с иноверующим, чаще всего заканчивается тем, что христианин перестает быть христианином. Брак – это призывание Божьей благодати. И когда человек не слушается закона Божьего, то Бог убирает эту Божью благодать, свою благодать, и человек уже не может сохраниться в истинной вере. Поэтому Ездра, да, поступает жестко, да, может быть, нас это шокирует, но для него важно сохранить народ, чтобы он снова не впал в язычество. Поэтому такое решение. Далее в этой книге рассказывается о том, что народу читают и объясняют закон Божий. «Народ собирается на пространстве перед восточными воротами храма, то есть там некая площадка, и сказали Ездре священнику-чтецу, чтобы он принес закон Моисея данный от Госбога Израилева, и вынес первосвященник Ездра закон ко всему народу, от мужчин до женщин, и ко всем священникам, чтобы слушали закон в новоуне седьмого месяца». Закон Моисеев, то есть пятикнижа, говорит о том, что закон нужно читать. «И читать всему народу». «И читал им его на пространстве перед воротами храма с утра до полудня перед мужчинами и женщинами весь народ внимал закону». Читал ли он все? Все ли пятикнижа или часть закона? Ну, скорее всего, все-таки часть, потому что прочитать за тут, ну, если до утра, до полудня, то есть за несколько часов все пятикнижа достаточно сложно. Скорее всего, это какая-то часть закона. Какая? Неизвестна. «И стал Ездра священник, и чтец на приготовленном деревянном возвышении, и дальше стоят, перечисляются люди, они просто названы по именам, и взяв Ездра книгу закона перед народом, со слову и сел перед семей, и когда он объяснял закон, все стояли прямо и благословил Господь, Ездра, Господа Бога Всевышнего, Бога Слово Вседержителя». Давайте здесь про вот это, то, что он сел. Давайте вспомним историю, которая произошла в Назаретской синагоге. Господь наш Иисус Христос пришел в Назаретскую синагогу, ему подали свиток книги пророка Исаии, он прочитал, отдал и сел. Почему он сел, и почему Ездра сел? Потому что проповеди говорили сидя. Народ тоже сидел, но вот здесь что интересно, что Ездра сидит, а народ стоит. То есть стояние, это внимание. То есть Ездра говорит настолько важные вещи, что все в благоговении стоят. После того, как Ездра произнес свою проповедь, весь народ возгласил аминь, поднял руки кверху, пал на колени, поклонился. Ну, нам это движение знакомо, потому что мы тоже делаем земные поклоны. Далее говорится о том, что читали закон и объясняли его. Значит, здесь что интересно, это же цитата из предыдущей, из канонической книги. И есть интересное иудейское толкование, что это за читали и объясняли. Значит, когда евреи жили в Ханаане, еще до вавилонского плена, они говорили на еврейском языке. Когда они отправились в вавилонский плен, то в вавилонском плену они перешли с еврейского языка на родственный, но все-таки другой язык, который называется арамейский. И когда евреи вернулись, они уже между собой говорили на арамейском языке, и уже еврейский язык не понимали. Поэтому возможно, что вот это объяснение чтения было следующее. То есть, читали отрывок по-еврейски, а потом его объясняли по-арамейски, то есть, переводили. Такие переводы с объяснениями в иудейской традиции называются торгумы. Дальше окончание книги. Эта книга как и начинается, так и заканчивается, так на полуфразе. Итак, один из тех, кто читал, обращается к ездре и говорит ему, что день сей свят Господа, и все плакали во время слушания закона. Почему плакали? Потому что слушали, сравнивали свою жизнь и понимали, что она не соответствует тому, что Бог повелевает. Идите, ешьте тучно, и пейте сладко, и пошлите подаяние неимущим. То есть, это действительно праздник. Ибо день сей свят Господу, и потому не скорбите, ибо Господь прославит вас. То, что народ покаялся, то, что он плакал, то, что он услышал закон, это все-таки праздник, это радость. Также левиты внушали всему народу и говорили, день сей свят, не скорбите, Бог прощает. И пошли все есть и пить, и веселиться, и подавать подаяние неимущим, и веселились много. Обратите внимание, что появляется то действие, которое не было записано в законе, и его не найдешь в четкого повеления или описания того, что евреи это делали во время праздников, подавали подаяние неимущим, ибо они проникнули были словами, которые получены были в собрании. И точка. Что было дальше? Книга не говорит, она заканчивается так вот, ну, на полусловие. Естественно, та история, которая здесь, она продолжается, нам в книге не имея, об этом более подробно сказано, но сама вторая книга Ездра заканчивается на том, что евреи услышали закон, покаялись, и обратили сердца к исполнению закона. На этом девятая глава заканчивается и на этом же заканчивается вторая книга Ездры. Мы с вами прочитали ее. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Бёчж Добыкин. Мы были с вами на библейском портале Экзегет. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров